Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1145. События дня. Книга Иова, 31-33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы, не выходил бы за двери. Ну и объявление, тут вот сестра умерла, остались четверо детей, муж глухонемой. Просчитайте сами уже, уже мы не раз даем. Ну, ставим его в объявление, чтобы каждый знал, может кто-то поможет. Вот так, помощь какая нужна, и куда. Лена какая-то. С Игнатием Тихоновичем не соскучишься. Когда у меня наступает уныние, я его смотрю, и мне жить хочется. Спасибо, Бог вас. Густам Рассейнов Руссик пишет. От Луки 4, 25. Три года и шесть месяцев для меня небо было закрыто, так как я раньше искажал писание своим греховным умом. С июня 2015 года я начал смотреть ваши видеоролики. Лидия с Америки. Дорогой Игнатий Тихонович, от души поздравляю вас и всю вашу семью, общину с радостью, посещением и служением митрополитам. Все так по-домашнему, по-семейному. Видно, что и ему у вас было тепло и уютно. Даже и свою комнату вы ему показали, которую он назвал камерой. Конечно, трехэтажные нары вполне этому соответствуют. Еще раз поздравляю. А теперь маленькое замещание. Конечно, вы были очень заняты и ожиданием такого важного гостя, и новой работы с этой рулеткой. Но помощники допускают ошибки. Вы выставили нашу последнюю беседу о Стиве. Она была неделю назад. А посмотрите на дату-то. Ну и правильно она сделала замещание. Ютуб будет снова придираться. Я тогда эти даты убрал, только год оставил. Сергей Астахов. Василий Великий, письмо к Амфилохею, пишет о правилах первое послание. Женам же обычай повелевает удерживать мужей своих, хотя они и прелюбодействуют, и в блуде суть. Посему не знаю, может ли прямо прелюбодейкой, начнешься, живущая с мужем, оставленным своей женою. Ибо здесь обвинение падает на оставившую мужа, по какой причине она отступила от брака. Ибо если потому, что была бита и не стерпела ударов, то следовало претерпеть, нежели разлучаться с сожителем. Или потому, что не стерпела утраты имения. И этот предлог не достоин уважения. Если же и потому, якому ж ее живет в блуде, наблюдения этого не имеем в церковном обычае. Но и от неверного мужа не повеленно разлучаться жене, а пребывать с ним. По неизвестности, что последует-то? Почему ты знаешь, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7.16 Поэтому жена, оставившая своего мужа, есть прелюбодейка. Если перешла к другому мужу. А муж оставленный, достоин снисхождение. И сожительствующая с ним не осуждается. Леонид Леонид. Псалом 91.15.16 Они в старости плодовитые, сочные и свежие. Для чего? Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Он не случайно показал это. Большое благовестие, брат Игнатий, делайте. На глазах спасайте грешников в этом аду. Чат рулетки. Я случайно заглянул в эту бездну, больше минуты не смог созерцать. Как сатана там правит бал? У вас опыт. С вами Господь. Какое же мужество имел покойный брат Сергей, чтобы сражаться с сатаной тут, на земле? Спаси Христос. Это, знаете, пишет, я не знаю сейчас, какой он, как исповедует, но во сне меня увидел в Америке. Он жил в это время. И увидел меня во сне в тумане, как бы, человека. И говорит, не ладом не рассмотрел, а спросил, а кто ты? И он говорит, Игнатий Лапкин. Я так понял его. Я, говорит, пробудился тогда совсем-то, и давай искать в интернете, и нашел меня. Не слыхал и не видал, и ничего. И вот Господь сделал так. Господь делает. Другой в алтаре стоит. И романах молится. Вся душа у него на небе. Рядом находится, молится, отец Геннадий Фаст. И этому видение. Видение видит меня. Ну, сон он этот продолжил дальше. Что были, разговаривали. И он смотрит кверху, и видит, лампочки загораются. Территория России. И ему голос говорит, нужно здесь, в Саянских горах, основать пасеку. Монастырь сделать. И пчелиная улья, чтобы вход был снаружи, а сама-то, колодка-то, улей-то, внутри. И мед будет настолько чистый, что его будет покупать кто? Японский император. Но никогда ты не подумаешь, что может быть дальше. Он пишет мне, что монастырь основываю. Но у меня затруднения будут. Мне, говорит, голос был. Пока Игнатий Лапкин не приедет, не будет с тобой здесь, у тебя ничего не получится. Он думает, как? Он сразу приезжает ко мне, лето, в лагере, и начинает меня уговаривать, что я же видение видел. Я говорю, ну я-то не видел. У меня вообще видение за всю жизнь не было ни одного. Ну, я говорю, что могу сделать? Суши сухари. Тюрьма тебя ждет, браток. Это же обман, все. Я в это не верю. Как обман? Да к видению же было-то. А Джейер Монах говорит-то. И не простой монах. А Ира Монах, кажется, завкафедры академии городка Новосибирского, Глушенко Вячеслав, ставший Никодимом. И ко мне приезжал всегда ночью. У меня даже снимок есть. Полчетвертого ночи. И Никодим ночью приходил ко Христу. Я далеко не Христос. Все смеяться-то. Но главное, он лежит и, видимо, даже не во сне, видит, лампочки загораются. И все это ведет туда, к нему. И он тогда пишет письмо кому? Генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза, Богоизбранному на разрушение твердынь Горбачеву Михаилу Сергеевичу. Ну, это может любой написать. Но самое странное, что Горбачев это принял. Дал сигнал в бюджет. И бюджет отчисляет деньги. Большие деньги. Там гора. Решили полгоры. Халмаз. Туда бульдозера чуть не вертолетами завозят. Начинается работа огромная. Все сдвигают. И пасека. Вот. Это нарочно не придумаешь. Это все реально. К нему переезжает его сестра. Если я где-то ошибаюсь, то по неведению что-то скрыто было от меня. Но он приезжал ко мне, и я наставил на этом суши сухари второй раз. Это дело у тебя не пойдет. Поехали туда люди. Там Архимандрит или кто-то. Кто-то поехал монах один. Его нашли повешенный на сосне. Кто его повесил? Сам ли? Так не дошел еще до места. И вот приехал тот человек там, побыл. Возвращается ко мне в наш лагерь детский и говорит, а у него ничего не получится. Почему? Да руководителя-то нету. Духовника-то нет у него. А я какой духовник-то? Я простой человек. Как говорят мирянин, хотя такого слова в Библии нету, все братья и сестры. Или как по-старобрящийски простец. И дальше начнется крушение. Он замер, ничего нету, деньги отпущены. А в это время перестройка, и не до него, и миллионы эти миллиарды ушли в землю. А он то ли с перепугу, то ли с чего в Богородичный центр уходит. Когда он служил и служил в Каннске, Красноярского края, а там был слепец с шести лет, а слеп лютых Георгий Иннокентьевич. А дальше он уже сам мне рассказывает, Георгий Иннокентьевич, слепой. Он наизусть знает всю службу, всех святых, жития святых. Настолько много знает, я считаю, допустим, кому на Руси жить хорошо, он ее цитирует на память. Я говорю, а нацена, по-моему, христианку знаете? Там Иуда, а там длинная такая, страницы на три. Он ее цитирует наизусть, слепой. Услышал мою беседу с Дмитрием Дудко, ему дали послушать. Он говорит, а это кто беседует со священником-то? Да это из Барнаула там один. Так он прав, а этот священник не прав. И он тут же сразу, везите меня, у него прислушка была, Антонина, кажется, да, и она его сюда привозит, слепого. Мы насладились беседой, он уехал, потом еще раз его привезли, и потом еще несколько раз приезжал один, один слепой, полностью слепой. У него просто веки, и дальше ничего нету. Бельмановна, отцу, когда было 6 лет, понес обед, а обратно шел, а в это время река разлилась, его водой смыло, и песком глаза засыпало, его вытащили. Ну, что-то такое было. Лютый Георгий Иннокентьевич, город Канц, Красноярского края. Он поехал к отцу Геннадию, Фасту услышал такой. Отец Геннадий Фаст говорит, я границ его знаний даже не мог, где у него кончаются знания, не мог обнаружить. Вот так помнится. Удивительный человек. И он служил с Никодимом, видел ошибки, и крепко восстал против него, что его надо убрать. Когда он стал жаловаться мне, я говорю, я дядю Гошу знаю, и он зря не будет говорить. Он, говорит, начинает там что-то перевертывать. Ну, я могу даже поверить, потому что результат показан. Ушел в Богородичный центр. Ересь из ересей. А они как православные, и танцуют священники там. Какой-то Каширский иоанн у них там есть. И самое странное, что туда Зоя Крахмальникова, Зоя Александровна потянулась, и там вроде умерла. Вот это вообще шок. Такая умность. И куда залезла? Патриархия не такая там. Она обречала. Горькие плоды сладкого. Правильно все говорит? Ну, одно другим-то как может поразиться? Пойти туда? Ну, ты ушла в монастырь, вообще ушла. Есть же монастыри настоящие в патриархии. Зачем же эти еретики-то? Еретики стопроцентные. Вот. Дальше. Наталья из Германии. Во славу Божию, мой дорогой, любимый отец Игнатий. Как к Брежневу обращается, любимый. Вот так. Ну, хорошо, это по правде, истинно. Со мной все хорошо. То есть родила только. Уже на велике езжу, а от Раковицы девочка родилась тоже здоровая. Всю ночь спит, кушает хорошо. Сейчас главное ее крестить и привести к вере евангельской ко Христу. Отец Игнатий, мир вашему дому. Прослушал занятия, и половина ролика вы говорите, но звука никакого нет. Как так? Записали. Сергей говорит, все слышно, а в запись ничего не слышно. Может, надо было ролик после молитвы обрезать, так как нет звука. Интересно занять. Я прямо огорчилась и так настроилась слушать внимательно. И тут раз, и половина ролика нет звука. Помоги вам, Господь. Вот это видео я там сфотографировал. Видно, где и на какой минуте перерывается звук. Вот как интересно. Не знаю это, ничего так и не сделал, не оставил тут такое. Ну, какие события? Это уж воскресенье у нас тут литургия была, в храме был. Метрополит. Сергей Иванников служил. И все пишут, как по-домашнему было. Да, и видно, что он... И я вчера позвонил ему. Ну, он сходу меня, значит, ну что? А я голос не узнал. Говорю, а ты-то кто тут пристал на телефон-то? Так это я и есть. А-а-а. Я говорю, мы уже выставили большую часть литургии. Два часа с лишним идет. Володя записал, Пащенко. Вот. Ну, а там еще наши выставляем. Ну, такой веселый. Я говорю, ну, тогда, раз все сохранилось, благословите меня. Да Бог благословит. Вот, а время из других мест там звонят, что митрополит у вас был и радуется. Ну, истинно радующиеся люди-то. А враги-то все, когда он был по терябке, больше он к вам никогда не приедет. И разное там, до этого еще сколько говорили, у вас батюшка безблагодатный, все, а он батюшку наградил, а то все заснято, крестом с украшениями. А как раз батюшке было 40 лет священного сана, простоял у престола. Вот, простоял, надо было навесить, я вам сказал это. Ну, и вчера тут все ответы, ответы. И у меня вчера важное событие было. Восемнадцатый день у моей пары голубей, которые живут, появились дети. Вот она несет яйцо, а потом пройдет день или два, и второе несет. Но пока первая лежит, чтобы там не началась зависть, она не садится. Оно лежит, холодненькое. Как только второе яйцо, она садится, и оба начинаются. И вчера гляжу, яйцо в стороне, и решил подвинуть, уберу, там кожурка одна, ну, скорлупа. Ну, и трогать не стало. Так получилось. Смотри, когда поднялась, я посмотрел. Махонькие там, слепыши растут. Можно было показать, но они никак. Вот, даже могу показать. Сейчас вот, ее муж, он такой любуется собой все время. в зеркало смотрится. нарцисс настоящий. Вот. На кое провод? Отключите провод, покажите. Ну-ка, давай. Володя подошел, он знает, как меня из стагнации вывести. Вот. Через это, там, висит тюль, чтобы не залетели. Ну, теперь надо свет дать. Вот свет. Вот она где сидит. Вот она где, моя хорошая голубка. По ней видно, даже малыши шевеляться. И там, с одной стороны, слепышок, и тут, вот, с другой стороны. Это я опустил туда камеру, прямо вплотную. И вот она, дубоносая какая сидит. И они спят. Ну, там смотреть не на что-то. изиний щушка маленького-то. А вот, однако, что-то не видно, где, вот он где, вот он. А другой, вот там, в стороне. Второй, видать. Ну, придется сейчас тут уборкой заниматься. Ой, семечки тут. Да. Ну, вот такое дело. Показать, что еще нужно. Наши ресурсы. Это вот Мой Мир. Ну, это на почту сразу зашло. Вот. Мой Мир. Вот он где. Вот, Екатерина. Можен. Вот я открываю прям сразу. Ну, может, там не ладно, что-то. Ну, открою, покажу. О! Что-то Валентина можно потом. Вот сколько желтые. Это новые люди, которые тут пришли. Алексей Могущев. Что же это он тут? Вот даже открою одного еще. Алексей Могущев. О! О! Он чем-то на этого Волкера, похоже, Джастаса. Игнатий Тихонович, мир вам. Хочется ваше мнение узнать об авторах и об одном сайте. Авторы Авдеенко и Евгений. Это раньше было. А дальше книги. Вот он получил Новый Завет и Кристину Православия. Должен сфотографироваться. Отдельно поставил, а тут с книгами наклонился и сфотографировался. Получил. Я не знаю, где он. Ну, далеко где-то. Санкт-Петербург или где. Вот она. Радость ему. Получил книги. Дальше я его спрашивать буду. Но даже Александр Банников. Что он зашел? Давно не было. Что-то тоже хочет сказать. Прошу ваших святых молитв. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Благодарю Бога, что вы есть. Ну, ладно. Оксана Ермонщик. Это я все не видел еще. Еще нету. Это околопотография. То есть, пустого места себя поставила. Ну, я и тут пошлю наши данные. Дальше. Елеонора Абрамова. Что такое? Это я ей послал, а она спасибо. Ну, видите, никто не обругал. Это же немалое дело. Не обругал. Вот ленточный наш православный форум. Вот этот. Ну, а дальше видеоканал. Видеоканал. Вот сегодня вот я выставил 13 роликов. Это беседа с американской здесь нашей сестрой Лидией. Вот Володя насчитывает Неплюева. Переписка с последней седьмой, седьмая часть с этим Сергеем Козловым парализованным. Сергей Птушенко чудно сделал Голубева Екатерина. Вот митрополит Сергей у нас. Вот митрополит Сергей. За стол садимся. Ну, все заснято. Все. Заходит в храм как. Один просмотр. Сергей Козлов тут беседует СД. Ну, и самая популярная тема сейчас оказалась наша беседа в рулетке. Вот она Лука 27 за один час. и понятно все. И самый богатый ресурс еще во свете Библии православный библейский сайт, где отвечаю на 4 тысячи 4 тысячи 124 ответа по темам, 55 папок. Вот так. Ну, на этом все. все.